Девушки отдыхают 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 Мы всегда исходим из того, что Армения наш стратегический партнёр, союзник, исходящий, как я уже говорил, с лидерами УДКБ с древнейших времён, что называется, и по сей день. Поэтому для нас это всё-таки особая ситуация. Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперёд в направлении урегулирования. Рад вас видеть. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и за организацию сегодняшней трёхсторонней встречи. Конечно, повестка наших двусторонних отношений обширна, но с вашего позволения я тоже своим выступителем слове хочу сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности. На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном медном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчёркивая некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом. Утверждаю, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. В ходе последнего закрытого заседания СКБ УТГБ с вашим участием я говорил об этом. Хочу ещё раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трёхстороннего заявления по итогам нашей трёхсторонней встречи. Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение. Хочу подчеркнуть, что это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши, в том числе, публичные заявления по Нагорному Карабаху. Уважаемый Владимир Владимирович, для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, куда они вторглись в марте сего года. Вопреки договорённостям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не вышли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений. Что касается процесса делимитации государственной границы между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой, то начало работ по делимитации мы не раз подчеркивали, что этому должно предшествовать создание механизмов по повышению уровня стабильности и безопасности на Азербайджано-армянской границе. Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации его работа станет механизмом пограничной безопасности. Честно говоря, тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника, то есть России. Вопреки этому, 13 сентября сего года Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны. Для нас очень важна четкая позиция Российской Федерации в этом вопросе с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. Касательно разблокирования региональных коммуникаций, вы знаете, что Армения очень заинтересована в этом вопросе. И мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9 пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте мы опираемся еще и на третий пункт вашего указа 9 ноября 2020 года о мерах по поддержанию мира на Горном Карабахе и на ваше телеобращение от 9 ноября 2020 года, где отражаются те договоренности, которых мы достигли. А суть вопроса в следующем. Коммуникации, которые проходят по территории Республики Армения, должны находиться под полным контролем Республики Армения и эксплуатироваться согласно законодательству Армении. Пограничная служба ФСБ России должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть важность вопроса освобождения и репатриации всех граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане. Несмотря на то, что мы этот вопрос с вами обсуждали десятки раз и вопреки трехстороннему заявлению 9 ноября 2020 года вопрос не решен до сих пор. Спасибо большое и хочу еще раз поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете для мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Спасибо.